Привет всем болливудцам! Вы на канале Болливуд и с вами я, Светлана. Подписывайтесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, которые выходят на канале каждый день. Самонаблюдение. Митхун Чикроборти. Как актер, я думаю, что моя непосредственность – это положительный момент. И как у человека, все мои плюсы работают на мои недостатки. Это потому, что в мире киноиндустрии, в частности, вы должны быть практичным, ловким, уметь манипулировать. Список бесконечен. Вы должны быть лгуном, чтобы достигнуть славы. Существует один человек, которому я старался подражать – это моя мама. Она имела огромное влияние на меня, своей близкой к земле природой и простыми рассудительными чертами. Я бы хотел быть таким же, как она. Никто в кинопромышленности не был источником моего вдохновения. Киноиндустрия не может сделать из тебя человека лучше, чем ты есть. Опыт действует на мой труд, но не изменяет меня, мою внутреннюю сущность, и не изменит. Все это учит тебя умению манипулировать. Я предпочту остаться в стороне до тех пор, пока не будет создана подлинно народная индустрия. Я не хочу показаться нескромным, но думаю, что я хороший человек. Будучи типичным бенгальцем, я чрезвычайно легко поддаюсь переменам настроения. В один момент я могу быть на вершине восторга, а в следующий момент – спад. Многие из моих партнеров жалуются иногда, что я будто гляжу сквозь них. Но поверьте мне, я делаю это ненамеренно. Это происходит само по себе. Эмоциональные проблемы воздействуют на мою работу, на отношения с другими людьми. Я видел много моих так называемых друзей, которые относились ко мне хорошо в мои хорошие времена и менялись за одну ночь. Буквально как хамелеоны. Только представьте, вечером они были мои большие друзья, а на следующий день притворяются, что будто мы даже не знакомы. Неудачи не действуют на меня больше. Я достаточно привык к ним сейчас. График моей карьеры таков, что он идет вверх, падает вниз, затем вверх и снова вниз. Ничего не хочу в последнее время постоянно. Только таланта, а талант – это от бога. Я не делаю никакой специальной подготовки перед съемками. Это зависит от того, какой кадр, что требует съемка. Но я никогда не шепчу в углу свои диалоги. Не повторяю драку на лестнице несколько раз и не становлюсь истеричным, как некоторые звезды. Возможно, это и помогает им играть лучше, но не помогает мне. Я включаюсь и выключаюсь. Вот я разговариваю сейчас с вами, но в то же время я готовлюсь к съемкам. Я не верю в большое количество дублей, так как теряется непосредственность. Два дубля – это максимум, что я могу себе позволить. Я не хочу, чтобы меня сравнивали с кем-либо. Я король того, чем сегодня владею. И никто не может поколебать мою позицию. На фоне декорации похож на друга. Эннет Фаллос. Они все уважают меня. Вот сейчас я способствую формированию доверия для тех легких мужчин и спортивных парней. Три человека причастны к моему успеху. Маринал Сен – давая мне первый шанс. Рави Нагаич – давая мне второй шанс. И Бабар Субхаш – давая мне статус. Бывало, я участвовал во многих пьесах в Калькутте. Это было тогда, когда я открыл, что талантлив. Но даже в самой сокровенной мечте я никогда не думал, что стану звездой. Это пришло внезапно для меня. А я люблю браться за сложные задачи. После получения национальной премии за королевскую охоту, я был убежден насчет своих потенциальных возможностей. Маринал Сен планирует еще один фильм со мной. Я не знаю много об этом фильме и не хотел бы комментировать. И, конечно, у меня нет мужества спросить у Маринала Дада о моей роли. Все, что я знаю, так это, что я буду играть барабанщик племени. И что мне необходимы будут длинные волосы. В данный момент я их ращу. Он трогает свои волосы в какой-то нежной манере. Я думаю, что мое худое и высокое строение – то, на что девушки обращают внимание. Я изменил цвет лица героя киноиндустрии от белого до загорелого. Ха-ха. Если серьезно, я вполне сосредоточен на самом себе и никогда не изменю себе. Для того, чтобы подружиться с девушками. За исключением одного случая. Тогда я летел в Бангалор и в самолете увидел красивую, даже не то, что красивую, а сказочно-экзотическую девушку. Ей было около 19-20 лет. Я не мог оторвать от нее глаз. Каждый из нас сидел в своем классе. Мое сердце бешено колотилось, но я видел, что она не хотела меня узнавать. В аэропорту она задержалась на паспортном контроле. А я ждал, пока она не села в такси. Затем я велел своему шоферу следовать за ней. Он заметил ее адрес. И первым делом, приехав домой, я нашел ее телефонный номер в справочнике. Как только я сказал «хеллоу», она спросила, почему вы следовали за мной, и бросила трубку. Я набирал номер снова и снова, и она сказала, «Эй, послушайте, вы мне не нравитесь». Я продолжала звонить ей, и я чувствовал, что она что-то скрывает. Затем я получил удар, когда она сказала «я уже помолвлена», я больше ей никогда не звонил. Это был хороший, хотя и горький урок. Роман как роса в раннее утро, или как чистое небо с луной и мерцающими звездами. Вот сущность любовной истории по моему понятию. Мне нравится быть влюбленным все время. Я очень искренен, я не флиртую, но ни одна ночь не наступит для меня. Любовь – это послание сердца. Это ситуация, в которой находитесь вы, и вы можете быть в подобной ситуации много раз, но каждый раз сам по себе уникален. Женственность притягивает меня. А даже самый слабый след мужественности в женщине отталкивает меня от нее. Когда ты постоянно работаешь, у тебя нет времени подумать. Недавно я лежал больным в постели 12 дней, я сломал ногу. Вот представьте себе трогательную картину, лежащего беспомощного в кровати с одной ногой, висящей на шнуре. Но зато было время подумать. Я проводил время, смотря фильмы, и думаю. Мое настроение в те дни было ужасным. Я раздражался гневом, кричал на всех, даже на своих детей. Так как я самоотверженно работал, моя домашняя жизнь остановилась. Моя домашняя жизнь большой ноль, у меня нет дома. Какая ужасная фраза, но я должен ее произнести. Но мои дети не находятся под влиянием моей хаотичной жизни. С увлечением и женитьбами. Я стараюсь проводить все свое свободное время с ними. Да, мы оба, я и моя жена, говорили журналистам о наших личных проблемах, которые публикуются в следующих один за другим выпусках. Это не должно было так случиться, как случилось. Каждый имеет право говорить. И сейчас, с освобождением женщин и всем этим хаосом, Югита должна думать. Так, если Митхун может говорить, то и я могу. Я полагаю, что это жизнь. Счастье и печаль приходят и уходят. Моя идея о прекрасном отдыхе – это уехать в такое место, где меня никто не знает. Я бы хотел переселиться в незнакомое место без всякой цели. Палатка на ночь, живу, ем и танцую так, как я хочу. Возможно, когда моей ноге будет лучше, я серьезно подумаю над этим. Митхун Чакраборти. Критические аргументы. Были дни, когда все, что он получал, было 25 тысяч рупий за фильм. Есть дни, когда он считается самым крупным налогоплательщиком в стране. Были дни, когда он жил на чердаке и буквально танцевал за еду. И есть дни, когда тысячи людей во всей стране поклоняются ему за то, что он их дадам. Путь был долгий и трудный, и Митхун изнурен. Мы видели трех значительных людей, которые оставили след в его карьере и жизни. Один – Бабар Супхаш, продюсер-режиссер фильма «Танцуй, танцуй». Но этот фильм не повышает статус Митхуна, как звезды. Но Супхаш использовал его танцевальный талант и сделал из него индийского Джона Травалту. Второй – сценарист Винай Шукла. Винай был первым человеком, увидевшим в Митхуне актера. Третий – Ранжита. Первая – удачная для Митхуна партнерша, с которой у него был ряд удачных фильмов, из которой он впервые почувствовал упоение положением звезды. Митхуна партнерша, с которой он был в Митхуне актера. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok